Всем привет! Сегодня я расскажу, что из себя представляет обзорная экскурсия по Дубай. Итак, мы ехали из Рассельхайма. Дорога занимает полтора часа. На выбор нам предложили три варианта экскурсии. 40 долларов с человека – это остановка просто около всех локаций. 75 долларов с человека – круиз с ужином по Дубай-Марине. И третий вариант за 95 долларов – это все вышеперечисленное, а также дополнительно подъем на 52 этаж на смотровую площадку The Palm View. В предыдущих кадрах показала, какой ланчбокс нам собрал отель. Итак, мы подъезжаем к первой локации – это музей будущего. Чтобы посмотреть его внутри, нужно заранее покупать билеты. Поэтому все, что нам можно было сделать – это пофоткаться снаружи. Вот такие фотки примерно получаются. Итак, едем дальше. Следующая остановка – это The Palm View. Сначала вас проводят по вот такому оригинальному тоннелю. Далее нас всех заводят в комнату, в которой мы сами начинаем строить пальму. После нам показывают очень короткий фильм, как на самом деле происходило строительство данной пальмы. И, наконец, поднимаемся на 52 этаж. Вот такой шикарный вид открывается на данной смотровой площадке. Если вы будете летом, имейте в виду. На улице было в июле 56 градусов. А смотровая площадка под открытым небом, без кондиционера. Далее нас привезли к Бурж-эль-Араб. Для того, чтобы сделать фото с визитной карточкой Дубаев. После посещения Арабской башни и небольшого рыночка, мы отправляемся в круиз с ужином по Дубай-Марине. Специально засняли для вас, что вкусненькое там предлагается. На самом деле достаточно разнообразно и очень даже вкусно. Теперь поужинали и отправляемся на второй этаж традиционного арабского корабля Доу. Отплываем и наслаждаемся красотами. Ну а также не забываем делать фото около данной локации. В завершении данной экскурсии нас везут в Дубай-Молл, чтобы посмотреть на Бурж-Халиф и Пающие фонтаны. А также знаменитый огромный аквариум, находящийся в самом торговом центре. В Дубай-Молле времяпрепровождения составляет 2,5 часа. Поэтому, если у вас есть желание, вы можете приобрести отдельно билеты и попасть внутрь данного аквариума. Если не ошибаюсь, билет стоит 50 долларов с человека. Также в самом Дубай-Молле находится знаменитый водопад, который называется Ловцы жемчуга. Ну а вот, собственно, и завершающая локация данной экскурсии. Бающие фонтаны и сам Бурж-Халиф. Если вы захотите посетить 124 или 148 этаж Бурж-Халифа, то, скорее всего, общий трансфер вас не дождется, по крайней мере, в Рассельхайм. В связи с тем, что там очень большие очереди на подъем, а такси стоит в одну сторону около 100 долларов. В принципе, вот и все, что представляет из себя данная экскурсия. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok